Здравствуйте, любители Шатвот. Мы с вами продолжаем считать варианты на чест-темпо. И сегодня у нас такой сюрприз. То есть мы, во-первых, решаем Заник Феникс на режиме Блиц, а во-вторых, решаем не я один, как обычно, а сегодня решает Никита Петров вместе со мной. Никита. Да, приветствую. Приветствую всех наших зрителей. Надеюсь, что вам нравится эта рубрика. Я думаю, пора приступать. Да. Мы решаем Блиц, чтобы... Ну, как бы, кто-нибудь успевать, ну, извините. Но зато вот Никите интересно будет решать игры в таком формате. Да, вообще, конечно... Ну, просто дело в том, что черные тут дают мат в два хода, видимо. И очень... В начале рейсик давай мат, а потом уже пойдем. Главное, быстро делай. Не будем это обсуждать. Первые задачи, будем давать мат. Да, очень тяжело просто применить Принцип Петров в данной позиции. Да. Ну, сейчас пару задач решишь, и я думаю, что Принцип пойдет. Ну, вот тут уже мата нет, это на самом деле хорошо. Не знаю. Очевидно, что пункт Д5 здесь ключевой, в том плане, что явно защищен недостаточно. Очевидно, что у белых есть ход ЛД5, в результате которого бел остается достаточно большим количеством лишнего материала. По крайней мере, я ничего лучше не вижу. Ван, у вас... Два сана заводил, да? Ну да, но там... Да, у белых, по-моему, колоссальный позиционный перевес. Должно быть. Если уже рассуждать о ходах кандидата, конечно, есть еще ходы вроде слон бьет Д5 или ладья Б1, но, скорее всего, они уступают в силе, и мы не можем здесь очень много времени тратить на их рассмотрение, потому что длится режим. Там убью на Д5. И остается в тешей фигуры. Да. Вот, кстати, если компьютер предложил взять ее на Е5, значит, он считает, что та позиция с двумя столами даже хуже для черных, чем вот эта позиция без фигуры. А, пешка, видимо, идет. Да, похоже, что там все совсем плохо. Так, новая позиция. Ой, что-то ладью же отец не скочится. Так, ну, может быть, тут какой-то... Да нет, слушай, там сейчас отец будет трейс, если нужно выгнаться. Ну, хорошо, взяли. Дело в том, что, видимо, тут какой-то ход, ну, найти ферзь ладья под бой. Вот тут только, да, по второму ходу. Да, обратите внимание, что у белых две фигуры под боем, и в случае, если ферзь отходит на любую, ну, случайную незащищенную клетку, черные забирают ладью, и у них не так плохо. Но есть ход ферзь С3. В результате которого ладья защищается, одновременно белая нападает на ферзя, и черные, видимо, черным приходится удовлетвориться позицией без качества после ферзь бута А4. Ну, проигранная позиция. Я, на самом деле, других способов за белых защитить обе фигуры-то я не могу найти. Да, да. Ну да. Все правильно, у нас уже, вот, 1775. Да, быстрый прогресс. 225 пунктов за 2 минуты. Если можно было бы так делать. С ФД рейтингом было бы неплохо, конечно. Ну, с каждой задачей тебя будет все больше и больше напрягать. Ну, понятное дело. Вот здесь шахи нужно сделать, да? Ну, я бы смотрел ФСБ-8 шах, в первую очередь, как ход кандидата. Я люблю смотреть шахи взять нападение. Что ты смотришь обычно в ходах кандидата в первую очередь? Ну, разумеется, так же, как и большинство шахматистов, как мне кажется, шахи и взятие, да. Нападение уже, скорее, во вторую очередь. Ну, здесь просто мне сразу в глаза бросился ход ФСБ-7, я не знаю, как это объяснить. Скорее всего, он ход правильный. Ну да, нападение. Да, ну, потому что если дать шах, то человек защитит своего слона, и этот двойной удар больше работать не будет. Ну да. Ну вот, позиции становятся, по крайней мере, я по своему внешнему рисунку все сложнее и сложнее. Единственное, я не понимаю, почему не взять ладью, но, видимо, какие-то нюансы есть. Там будет еще ладья просто. Хорошо. Да, вот, да, сошлись. Да, кстати, эта позиция мало кому понравилась, учитывая, что и две звезды поставим. Бывает такое. Здесь уже вижу мотив на H7 какой-то. Да, если уж касаться этого мотива, то мне кажется, что довольно заманчивый ход KG5, используя перегрузку. Ну, не перегрузку, а то, что черный ферзь вынужден защищать пункт H7 все время. А H6 на KG5 ты считаешь? Вот ходы кандидата еще забрать... А, а там KG6. Ну, KG6 в этом идея, да. Чтобы KG5 создать, ну, такую, двойную угрозу взять, а на H7, ну, в первую очередь, ну, и еще дополнительно вилки на Е6. В любом случае, ну, время ограничено. Знаю. Ну, надо, надо... Так, надо... Мне почему-то не нравится. Не, ну, нормально. Ты решаешь, как бы. Не, ну, дело в том, что я не вижу другого хода. То есть, вообще не вижу. А, вообще, у нас лишняя фигура, и все хорошо. А, интересно. Тут у нас два варианта. То есть, как-то взять на H7, но, видимо, имеется в виду KG6, конечно. Еще белый остается лишней ладьей. Да. Да. Измять чердей. И вот дело в таком случае. Целых шесть десятых пункта. Как-то все... Кстати, это мы были на волоске от первого минуса. То есть, если бы мы еще чуть с тобой, минут в секунду, 10 поговорили бы, то он был в минусе уже. Ах, у меня есть. Рискован, однако. Так. Вот черных. Пока черные не сделали ход, обратите внимание, что была угроза ладья бы 7. Но теперь ее уже нет. Теперь ее уже нет. Кстати, вот первая позиция, в которой я не вижу сразу решения. Но уже, наверное, вижу. То есть, ключевой пункт здесь D8, с которого белые создают угрозу... Ну, угрозы матра, выигрыша Ферза по последней... Ну, и важный момент, что в случае конь бьет B6... Да, в ладья D7, правильно, да? Да, в случае конь бьет B6, ладья D8 все равно проходит. Ну да, и белая остается лишним ферзем. Что-то там мало прибавляется. Да, как-то их скурится. Ну, потому что у них какая-то система апсшота рейтинга, которая называется Гликко, если я не ошибаюсь. Такая же на ческоме используется. Согласно ней все это медленнее происходит, да. Так, Ферзь будет Е4. Очевидно, Ферзь будет Е4, задумано на Коне Ф2. И нам там будет мат. Ну, вот, взятие тут, несколько взятий, нужно смотреть на Д3, мне кажется. Взятие тоже какое-то охранное счет. На Ж8, на Ж8, на Ж8. Да, если взять на Д3, то просто Ферзь Е2, ладья D8, ладья Ж8. Ничего себе. У ладья Е3 есть ход еще. Какой-то кандидат. Конь Ф2 грозит вообще. Ладья Е3 ход есть, но за Конь Ф2 все равно. Обратите... Тут что-то... А, ну стоп. Тут же можно взять на Е4, на Конь Ф2 пойти король же один. А на Конь Е4, ладья О8. Да, и белые с лишним качеством. Да. Но уже чуть-чуть, чуть-чуть напрягают. Да. Вот это как и рубрика, как дойти за 2000, видимо, за одно видео. Сумеешь? Мало ли, мало ли. Все возможно. Позиции уже, я же говорю, начинают койки сложности вызывать. По крайней мере, не автоматически. Ладья Е1. Брати внимание, что на Д8 ладья не защищена. Значит, нужно... В ФО есть такой принцип. Беседшие фигуры опадают. Вот я своим человекам часто говорю в ФО. Но когда смотришь на ПФ, смотришь фигуру незащищенной. Насколько помню, на нам предложено в его книге. Да, да, да. Вот тут у черных есть две идеи, Слон Ж4, на Слон Ж4 и Ферзь Д3. Поэтому Слон А6 той же идеи, не допуская шаг. И лишнее качество. Ну и, видимо, выигранная позиция легко. Да. К сожалению, да, этот режим, конечно, слабо предполагает рассмотрение всех ходов кандидатов, даже если они есть. Ну, так. Что здесь происходит? Зато зрители могут установить, как ты считаешь, варианты. В принципе, правильность лаборатория еще там. Да, но тут сразу много черных полей, которые являются тактическими слабостями. Но, по-моему, работает только один ресурс, Ферзь Д8, Карл Ж7, Слон Ф6. С идеей того, что Ферзь не защищен. Ага. Да. Слушай, стыкно. Ну и все делается с шагом. Да. Так надо отказаться от вызова Хирилла. Не очень вовремя. Да, действительно, Валдя Д5 там, видимо, ни в один момент не проходила. Хотя заманчивые идеи были. Так, ну, сразу напрашивается. Я не понимаю, почему матов два хода нет, что ли? Ну, есть три фли. Ну, да. Что-то в три. Ну, тут есть некоторые задачи, которые нарушительные за 5-10 секунд. Иначе там минус такой даже. Ну, алюши стоящий мат. 11 секунд. Неплохо. Конь Б4. Конь незащен, но бесит мат на Ж7. Поэтому, братья, просто так нельзя. Как-то напругают. Да, однако. Еще Ладья Д10. Может, Ф4 какой-нибудь? О, Ф4. Да, Ф4, мне кажется, правильно. На ФЖ4. Хорошо, наверное, в любом случае. Подожди, блин, не, давай до конца. На ФЖ4, аж 5. В этом идея. А, ну да. И на ФЖ5, слома Б4, черные теряют Ладью, но белые тоже теряют Ладью. А, ну так просто-то. Снова 6 в конце, но... В общем, слома 6. Что у нас слома 6? Слома 6, наверное, слома, практически, превращается. Ну, хотя бы защититься, может. Или слом Д6. Слом Д6, слома Ф4. Ну, я имею в виду, что белый ходит как довольно много пешек. А, две пешки за фигуру? Две, 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 почему, две? После слона 6 будут три пешки за фигуру уже. Может быть, какое-то есть более четкое решение тут? Да, посмотрим. Слона 6... Может быть, может быть... Может быть, ферзь F6 с идеей защитить, напасть на слона и по-прежнему слома, ладья под боем. А если слом G5, то слом Е1. Да, в этом идея. А если... Ну, на ФБ8 там король H7 всегда. По-прежнему фигуры подвисают. А, стоп, стоп. Там же ФБС. Да. Так-то... Да, так нельзя играть. Давай вернемся, интересно. Да, это нам довольно сильно повезло, наверное, что... Что так не пошли, да? Не предложили продолжить этот вран, да. Потому что в режиме Блица, мне кажется, было бы непросто. Так, сам он возвращается. Ну, может, ФД4 с той же какой-то идеей. Правда. Ну, ФД4... Ну, хотя бы, да, намекая на то, что у белых не так много пешек. Может быть... Может быть, и правильно. Ладья отойдет, и слон Д6 вроде есть. Если на Е4, правда, отойдет... Как-то нечистая вещь. Я думаю, что объективно... Вот сейчас я подумал. Самый сильный ход тут ФД6. А, понимаем, это зевает, да. Ничего не зеваем. И если размен ферзей, то белый очень быстро опадает в ферзевый фланг там. Так там слон просто теряется, если размен ферзей на А6. А если слон Ф4, то слон Е1. И все хорошо. Смотри, ФБ8 перекрыли. Да, да. Действительно. Да, это интересная задача, чтобы ФД6 сделать. Сейчас мы даже можем проверить. Указано ли этот ФД6 как-то. Так, вот, кстати, человек попадался вот в эту идею с нашей... С ферзей Ф6. Лон Ж5, Лон Е1 тоже зевал ФБ8, как и я. Ну, в общем, никто этот ФД6, по-моему, не привел. Но я думаю, что ФД6 правильно все-таки. Ну, хорошо. Следующее. Обратите внимание, что после хода ЛДЦ7 у черного ферзя осталось очень мало полей для отступления. И после ФД6, ЕД, ЛДБ8, КГ7, ЛДБ8 мы можем его поймать на этом месте. И, вероятно, белые останутся с лишним конем в результате. В качестве альтернатив тут есть ходы КГ7, ЛДБ8, Е7. Но они выигрывают либо ничего не выигрывают, либо только пешку. И ФД6 выгодит намного сильнее, если я не ошибаюсь. ФД6, да. Выигрывает сюда. Доставайся. Ну да. Три пункта до двух тысяч. Последняя, да, задача, наверное. Ну, трудно сказать. Может быть, она будет решена неправильно в итоге. Да, я все-таки в тебя верю. Так, ФД6. У белых лишний материал, но висит много фигур. Вопрос в том, проходит ли ход Е7. С идеей на ФД5 просто конь Д6. Ну, или Е8 даже. Там же ЛДЦ1. Там же ЛДЦ1 и ФЕРШ как-то меньше. А КНФ5 шаг? Ну, король отходит, и ФЕРШ на Д1-то как-то висит. Да, вот поэтому, наверное... Или там Е8. Прямо там Е8 ФЕРШ можно считать до конца. Вот поэтому мне кажется, что надо сделать то, что я планировал с самого начала. Е7, ФЕР5, Е8, КНФ. ЛДЕ8, КНД6. Это супер вилка буквально на все фигуры там. И черная остается без материала. 100%. Подожди, а если они с себя от ЛДЦ1, ФЕРШ-Ц1? Не-не-не. А ЛДЦ1 конь Ф5 шаг? Конь Ф5 и на С1 уже не защищена, потому что от электрии ЛДЦ1. Да, да, да. А, ну так просто безусловно. Ну, они даже не помнят. Так, ФЕРШ-Д4 имеет смысл сначала? Да, наверное, нет. А почему такую дуаль дают, я не понимаю? ЛДЦ1 защищена на С1 будет. Если ФЕРШ-Д4, то ЛДЦ1 не будет защищена. Я тоже думаю, что скорее всего у вас ЛДЦ8, но... Ну да. Почему же у них ФЕРШ-Д4? Вот в статье... Ну там... Нет, некоторые, кстати, задачи есть дуальное решение, но... И пишут киплукинг. Да, но это зависит ещё от настроек. Там можно отключить эту возможность, альтернатив. Можно, это на меньшей задаче. Ну да. Ну да, приятно. Там бы 5 какой-то... Вот, по крайней мере, трое сходит, и Б5, и ЛДЦ1 начинает висеться. Я могу бы сейчас ввести этот вариант, если у меня не завис бы компьютер. А, ну ладно. А, нет, вот-вот, кажется, всё нормализовалось. Здесь очень интересный вариант был, я думаю, надо показать зрителям, которые рассчитали с Е8-Кон. Да, то есть ЛДЦ на... ФЕРШ-Д5, ФЕРШ-Д5. Так, почему-то... Сейчас, может быть, попробовать. Не двигается? Я не знаю, да. Бывают у меня такие проблемы. Ну ладно, давай, я предлагаю. Не, ну вот ФЕРШ-Д5 всё-таки удалось завести. Ага, ну давай, покажи. Я не знаю, КНД6... Ну, моя идея была в Е8-Конь, да. Это хорошая идея. На ЛДЦ на Е8-Конь Д6. Ну, это супер-вилка, то есть если... Если чёрный ещё... ШАХ, шАХ не забирается, да? Ну, в общем, если просто как-то пойдут, там чёрный... Одна из ладей потеряется с шахом, потом, видимо, и вторая следом. Поэтому, ну, ЛДЦ один ключевой вариант. Тут белые могут взять на Е5 сначала промежутки, а потом взять ладью. Остаться с лишним ферзём в итоге. Да. Ну, спасибо, Никита. Я думаю, видео получилось интересным. Ну, давай, да, ну, встречи, я думаю, ещё запишем какую-то с тобой видео. Да, вполне можно, да, открыть для предложения. Ну, а всем, кто нас посмотрел, я думаю, всем спасибо. Спасибо всем. Всего хорошего. Всем пока.